День города. В студии Максим Васильев. Здравствуйте. Главная тема дня. И вода другая, и опыта больше. Сегодня депутаты Рязанской городской думы утвердили Виталия Артемова главой администрации. Полмиллиарда на транспорт бюджет Рязани прибавил в цифрах. Под куполом творческого триединства. В год 105-летия Рязанского художественного училища власти ждут консолидации культурной багеты. Сегодня депутаты Рязанской городской думы выбрали главу администрации. Претендентов было два – действующий городоначальник Виталий Артемов и руководитель водоканала Олег Штефан. После оглашения результатов конкурсной комиссии сюрпризов не ожидалось, их, в общем-то, и не случилось. Утверждение кандидатуры главы администрации в повестке значилось первым и самым важным вопросом. На знаковое заседание Гордумы прибыл губернатор Павел Молков. По итогам конкурсной комиссии у Виталия Артемова было преимущество перед Олегом Штефаном, его программу развития города поддержало большинство, но последнее слово оставалось за народными избранниками. Чисто технически голосование по каждому претенденту развели по разным законопроектам, то есть в случае победы первого за второго уже не голосовали. Кроме того, процедура была тайной. Бюллетени депутаты заполняли по очереди. Результат оказался вполне предсказуемым. Число голосов, поданных за – 32. Число голосов, поданных против – 1. Воздержались от голосования – 1. По итогам тайного голосования решение считается принятым. Артемов Виталий Евгеньевич назначен на должность главы администрации города Рязани. Опытным и волевым руководителем назвал Виталий Артемова Павел Малков, поздравляя его с избранием. Позитивные изменения в городе уже ощутимы, заявил губернатор, но работы впереди еще много. Город должен меняться и обязательно будет меняться. Вот чего бы нам это ни стоило. Внешний облик, общественный транспорт, социальные объекты, дворы, уборка улиц и многое-многое другое. Изменения уже есть. Например, общественный транспорт. Давно об этом говорим, сейчас уже меняется. Но нужно и дальше серьезно, системно этим заниматься. Или хочу сказать, что у нас, к сожалению, пока из топа проблем не уходит уборка мусора. Поэтому тоже нельзя закрывать на это глаза, надо вопросы решать. Тут пока позитива еще не хватает. Также вот здесь, в этом же зале, говорил о том, что нужно повышать эффективность подведомственных учреждений. Там пока есть много неэффективности, много вопросов. И надо еще раз сказать, что это наш с вами резерв. Присвоение Рязани статуса «город трудовой доблести» для главы администрации – двойная ответственность. Об этом говорил с трибуны Виталий Артемов. Приоритеты для городских властей остаются теми же. Поддержка семьи участников СВО, повышение качества услуг ЖКХ, комплексное развитие территорий. Но главное – быть открытыми к диалогу с жителями. Благодарю правительства Рязанского, Павлович, вас лично за поддержку, за неравнодушное отношение к городу. Как любой руководитель, все мы и депутаты хотим, конечно, чтобы было больше, лучше. Поэтому здесь, наверное, Павлович, главное, чтобы ваши возможности совпадали с нашими потребностями. Ну и в то же время есть и другая пословица. На правительство надеюсь, я сам не положаю, поэтому, как уже сказали, со своей стороны мы будем прилагать все усилия для изыскания внутренних резервов, оптимизации работы муниципальных предприятий и учреждений. «Славная история, достойное будущее». Эту надпись на гербе Рязани Виталий Артемов решил взять за основу своей работы. И подчеркнул, вторую часть этого выражения можно реализовать только вместе с рязанцами. Выборы мэра – вопрос, конечно, важный, но в повестке Рязанской городской думы были и другие значимые вопросы. Например, исполнение бюджета города за 9 месяцев этого года. В этом году казну пополнит еще на 626 миллионов. На что пойдут эти деньги, расскажем далее. Бюджет Рязани исполнил на 63%, или по доходам на 11 миллиардов 938 миллионов рублей, 7700 из которых – безвозмездные поступления. В муниципальный дорожный фонд перечислено 931 миллион рублей, из которых 911 уже израсходовано. Собственные доходы городской казны уже увеличились на миллиард 200 миллионов, но будет еще больше – на 626 миллионов. Такую прибавку депутаты поддержали единогласно. 400 миллионов рублей – приобретение 25 низкопольных автобусов, 150 миллионов рублей – приобретение 5 троллейбусов, 42,5 миллионов рублей – выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров общественным транспортом по регулируемым тарифам, 39,8 миллионов рублей – повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры в соответствии с указами президента Российской Федерации. Народные избранники внесли изменения в генеральный план застройки Рязани, и они сделали другим назначение земель в селах Качево и Мордасово под индивидуальное жилое строительство для многодетных семей. Здесь вопросов не возникло, зато они появились во время рассмотрения другого вопроса – о застройке в московском районе улицы Лагерная. Дескать, мы от точечной застройки уходим, а тут снова на те же грабли. Впрочем, оказалось, что эта земля все-таки входит в комплексное развитие территории. Это вопрос, который рассматривался в течение, наверное, месяцев восьми, и это не огульное решение. Мы смотрели и транспортные движения по московскому шоссе, и те ППТ, которые были приняты раньше, и ветхий фонд, который там есть индивидуальный. Просто, наверное, коллеги, многие там не были, сходите, пройдите. Там очень тяжелая ситуация в тех квартирных домах, которые даже были расселены 7-8 лет тому назад. Большинством голосов изменения были приняты, и надо думать, в истории с расселением, которая тянется уже второй десяток лет, будет поставлена точка. Партнер программы «День города» – выставка продажей «Край рыбы Камчатская» возле торгового центра «Премьер» до 25 ноября включительно. Тонировка стекол автомобиля – один из самых популярных методов тюнинга. Сегодня водитель любит экспериментировать с большим ассортиментом пленок и их оттенков. И если раньше делалось это для защиты от солнца, то теперь во многом для придания определенного стиля. Вот только закон против. Это свет пропускаемости ваших стеклов. 38,7. Нормально это когда 70 и более. И то 70 – это для передних боковых стекол. Норма светопропускаемости для лобового стекла – 75%, так что проверку автомобиль не проходит. Вариант у водителя два – устранить на месте или получить предписание. При этом штрафы ему все равно не избежать. Если водитель ввиду различных причин отказывается устранить допущенное нарушение на месте, то сотрудникам госавтоинспекции такому водителю выдается требование о прекращении административного правонарушения. Согласно выданному требованию водитель должен устранить тонировку, либо отказаться от использования своего автомобиля. В случае, когда водитель не выполняет законные требования сотрудника полиции, он привлекается к административной ответственности по первой части статьи 19.3 кодекса об административных правонарушениях. Штраф, напомним, небольшой – 500 рублей. Да к тому же повторного не предусмотрено. Нарушай, дескать, сколько хочешь, пока кошелек не опустеет. На пленку и на штрафы тоже нужно тратиться. Я вам и так скажу, сколько-то. Не первый раз? Ну, мерят не первый раз. Тут уж сам водитель все понимает. И измеряет светопропускаемость стекла у него не в первый раз, и показатели у него в 4 с лишним раза ниже нормы. Все ездит с тонировочной пленкой. Максимальный штраф все же есть. Административный рез на 15 суток. В госавтоинспекции рассказали, что в этом году минимум один злостный нарушитель максималку получил. Сколько таких всего, статистика умалчивает. Так что лучше просто устранить нарушения на месте, говорят инспекторы. За один такой рейд стандартно выявляют полсотни нарушителей. Бывает, что некоторые попадаются повторно. И схема простая – пленку сорвать, 500 рублей заплатить и дальше в путь. В настоящее время есть только одна действующая инициатива по увеличению штрафа. По проекту нового кодекса об административных правонарушениях штраф вырастет до 1000 за первое нарушение и 3000 за повторное. Но до штрафа все же лучше не доводить. В этом году Рязанскому художественному училищу 105 лет. Юбилей отметили праздничным концертом в музыкальном колледже имени Пироговых. Здесь же заявили о начале сотрудничества творческих учебных заведений. Содружество искусств – это новый проект, который объединил три учреждения культуры Рязанской области. Сегодня на сцене выступают учащиеся и преподаватели музыкального колледжа имени Пироговых. Чтобы поздравить творческий коллектив Рязанского художественного училища имени Вагнера со 105-летним юбилеем. Эта выставка символична для нас, она является действительно юбилейной и объединяет в себе все то, чем мы гордимся нашими дипломниками. Это большие холсты здесь представлены. Мы показали наше направление в учебной работе на живописном отделении, на отделении дизайна, потому что у нас разный подход для каждого отделения. Плюс здесь, конечно, в год педагога и наставника представлены наши действующие педагоги. Они работают, стараются быть в творческой форме, и мы с удовольствием демонстрируем это нашим гостям на выставке. Всего на выставке порядка 50 работ. Каждая со своим собственным стилем отражает творческое амплуа автора. Главный принцип преподавателей художественного училища – свобода самовыражения, рассказывают учащиеся. Нам постоянно дают разные задания, и педагоги всегда нас поддерживают. Они могут дать нам как академические задания, так и дизайнерские, чтобы мы развивались всесторонне. И никогда нас никто не сдерживает, не говорит, что нужно вот так-то, так-то. Они могут научить нас чисто академическим основам, но при этом накладываются наши собственные знания и наши собственные желания на работу, как мы хотим ее видеть в будущем. Проект творческого триединства учреждений предполагает полное взаимодействие всей культурной богемы Рязани. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Смертный день акварели празднует сегодня. Название техники происходит от схожего французского и итальянского слов, означающих в переводе на русский буквально водянистая, а корень слова «аква» в переводе с латинского «вода». Использование подобных красок позволяет достичь эффекта воздушности и легкости изображения, а также плавных переходов. Пейзаж, натюрморт, портрет, интерьерная живопись и композиция. Такое разнообразие жанров встретишь не на каждой выставке. Всю эту мозаику объединила акварель. Причем совершенно отличная от той, к которой мы привыкли. Это акварели от преподавателей и учеников школы Сергея Андреяки. Плотно, насыщенно, с первого взгляда больше похоже, что картины написаны маслом или акрилом. Сергей Андреяка – автор новой методики возрождения акварельной многослойной живописи. Все, кто знаком с его творчеством, кто бывал уже в наших залах, отмечают особую виртуозность мастера, умение передать тончайшие нюансы и живописи, и каких-то композиционных находок. Нужно сказать, что это искусство всегда очень любимо зрителями, поскольку оно понятно, оно доступно. Такую живопись называют салонной. Пик популярности подобные сюжеты получили еще в 19 веке. Авторы пишут о многообразии русской природы, о неповторимом очаровании небольших провинциальных городов, о глубоко русском и родном. Потому, несмотря на разнообразие жанров и авторов, общее настроение экспозиции, романтизм, гармония и легкая грусть о чем-то неуловимом. Одна из художниц, чьи работы можно увидеть в зале – Ксения Кашина, сама выпускница школы, а затем и Академия акварели – Сергей Андреяки, сейчас преподает там же. Техника многослойной акварели. То есть не техника а-ля прима, когда в один слой пытаются прокрыть всю поверхность сразу, а это многослойная, длительная техника, много сеансов и длительная работа. Наша техника – это реализм, работа длительная, тонкая, для рассматривания пристального, близкого. Одна из первых персональных выставок тогда еще молодого, но уже многообещающего художника Сергея Андреяки состоялась именно в Рязани. Тогда же он провел здесь свой первый мастер-класс. С тех пор тесная дружба связывает учебное заведение и художественный музей. Общество акварелистов в России появилось в 1887 году, но после революции 1917 года его деятельность прекратилась, несмотря на то, что и в советский период интерес художников к акварели никогда не угасал. Возрождение произошло в 1998 году, когда появилось общество акварелистов Санкт-Петербурга. В настоящее время Академия акварелей и изящных искусств Сергея Андреяки – самое известное объединение акварелистов в России. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». На этом у нас все еще больше новостей. На нашем сайте www.gorod62.tv, на наших страничках в соцсетях. Всего доброго. Рязань, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорывица. Все от производителя. С 20 по 25 ноября. ТЦ Премьер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова